Новая партия вакцин от гриппа поступила в Карачаево-Черкесию. Противопоказания для иммунизации и прогноза экспертов на предстоящий сезон. Новый 10-местный автомобиль для перевозки военнослужащих на передовой уже едет в зону СВО, по чьей инициативе и кто выступил меценатом. Подняться на канатке в Архизе по льготному тарифу возможно, на каких условиях и как сэкономить свой бюджет. Персонажи отечественной мультипликации теперь и на монетах. Все можно увидеть и на выставке и кто автор монетного дела. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Майя Хамдохова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в совещании, которое накануне в режиме ВКС провел Дмитрий Патрушев по организации деятельности в обращении с твердыми коммунальными отходами на территории России. Как коллеги из других субъектов России Рашид Темрезов доложил Дмитрию Патрушеву о том, как обстоят дела в Карачаево-Черкесии. На территории республики деятельность по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов осуществляются в два полигона. Кроме того, в республике разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. Также Рашид Темрезов сообщил, что в Карачаево-Черкесии планируется строительство еще двух крупных полигонов. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная кампания по вакцинации против сезонного гриппа. Первыми, кто решил показать жителям республики пример внимательного отношения к здоровью, своему и окружающим, стали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Вместе с ними вакцинацию прошел и наш корреспондент Артур Мхце. Представитель отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Батыр Хапаев традиционно в числе первых вакцинируемых от сезонного гриппа. Говорит, что своевременно сделанная прививка помогает пройти опасный период без проблем для здоровья. Вакцинация – это прежде всего профилактика инфекционных заболеваний. И на сегодняшний день это единственный эффективный способ защититься от различных инфекций. Пример одних, другим – наука. По такому принципу специалисты ведомства и их руководитель Сергей Бескокотов действуют из года в год, предлагая присоединиться к акции и всем остальным. Тем более, что по прогнозам снова стоит ожидать непростой эпидемиологический сезон. Чтобы успешно его преодолеть, необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% населения. А это порядка 250 тысяч жителей Карачао-Черкесии. Эта вакцинация проводится ежегодно. Начало ее традиционно в сентябре месяце каждого года. И первые партии вакцины, как взрослые, так и детские, уже в республику поступили. Что сказать о вакцине? Вакцина каждый год меняется. В этом году изменены несколько штаммов. Наши научные кадры в институтах, которые производят эту вакцину, подстраиваются под те штаммы, которые циркулируют и которые, предположительно, будут циркулировать в следующем эпидемиологическом сезоне. То есть вакцина от гриппа постоянно обновляется. Реагируя на его ежегодные мутации, эксперты создают и предлагают только актуальные варианты иммунопрофилактики. Когда люди болеют, у них берут анализы, смотрят, какими вирусами человек заболел. И тогда о составе этих вирусов мы информируем вышестоящие организации. И так вся информация доходит до Всемирной организации здравоохранения. И на основании наших исследований Всемирная организация здравоохранения вырабатывает рекомендации по составу актуальных вакцин. Нужно сказать, что в этом году у нас применяются для иммунизации населения две вакцины. Это традиционный сови-грипп с изменёнными компонентами и четырёхкомпонентная вакцина ультрикс-квадри. В Карачаево-Черкесию партия вакцина от гриппа уже поступила, причём как для взрослых, так и для детей. Провакцинироваться можно в любом лечебном учреждении по месту жительства. Но чтобы самочувствие не оказалось хуже прежнего, специалисты настоятельно рекомендуют перед вакцинацией обратиться к лечащему врачу. Тот осмотрит, проверит состояние здоровья и даст направление, учтя все противопоказания, например, излишнюю восприимчивость к отдельным компонентам препарата. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Инициативная группа «За наших» при поддержке Карачаева-Черкесского отделения КПРФ собрали гуманитарный груз бойцам специальной военной операции. Что на этот раз неравнодушные жители отправили на передовую, расскажет Алла Качеева. Республиканский комитет КПРФ уже не первый год работает с инициативными группами граждан КЧР, которые работают непосредственно по оказанию помощи бойцам, которые находятся на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Надо сказать, что эти группы, которые создались специально, оказание непосредственно точечной помощи, которая идет непосредственно в окопы, по нуждам наших земляков, которые там находятся. И этот раз не исключение. Именно по просьбе бойца, участника специальной военной операции Марата Хубьева из Тиберды, был приобретен этот автомобиль инициативной группой «За наших». Десятиместная машина высокой проходимости нужна для перевозки военнослужащих на передовой. Мы находимся в южно-донецком направлении. Мы на машине находимся для передвижения личного состава. Мы грузим боеприпасы, мы ездим с одного поля на другое поле и подведем нам неудобно на реках. Мы из-за этого попросили. Я благодарен им, что они кликнулись. Жители и руководство Карачева-Черкесии, также различные благотворительные организации, при поддержке регионального отделения КПРФ на постоянной основе отправляют гуманитарные грузы с пожеланиями победы в зону спецоперации. Ребята, пожалуйста, вот одно я хочу сказать. Пожалуйста, берегите себя, возвращайтесь живыми и здоровыми. Знайте, что мы, сколько есть сил, мы будем стараться всегда вам помочь. Только вы, пожалуйста, возвращайтесь живыми и здоровыми, с победой. Это уже восьмая машина, которую приобретает инициативная группа «За наших» для бойцов СВО. Ключи от автомобиля УАЗ Марату Хубиеву вручил руководитель организации Асхат Айсандыров. Все собравшиеся в зале регионального отделения КПРФ были едины во мнении, что наши ребята – настоящие патриоты, достойно продолжают дело своих дедов и прадедов. Каждый из них вносит свой вклад в защиту страны, обеспечивая безопасность Родины. Да, действительно, они настоящие наши защитники Отечества, они потомки тех наших дедов, которые в 45-м году подарили нам эту страну. Благодаря вот этим сегодняшним нашим защитникам мы горды и всегда не будем падать на колени перед всеми западными коалициями, которые сражаются с нами, миру. И мы хотим только с победой, благополучия, достатка, здоровья нашим ребятам. Пусть каждая мама и каждый ребенок вернется в свои рубежи, в свои дома здоровым, счастливым. И чтобы каждый родитель был доволен своими детьми, а мы, ветераны и остальные, чем можем, тем и поможем. В этот день активистов группы «За наших», а также членов Компартии, тех, кто постоянно оказывает помощь участникам СО, наградили подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди них и представительница ГТРК «Карачаева-Черкесия» Лилия Шуштаева. Алла Качиева, Зумрас Халкечева, Олег Молхожев, «Вести» «Карачаева-Черкесия». Все самое лучшее детям. Красиво, полезно и бесплатно. На курорте «Архыз» предусмотрен льготный тариф для учащихся школ Зеленчукского района. Про льготы, тарифы и скидки смотрите подробности. «Архыз» – место силы не только для приезжих туристов, но и для самих жителей красочной Карачаева-Черкесии. Возможность показать детям настоящую живую природу курортного поселка теперь увеличилась в разы. Особенно это касается школьников, обучающихся на территории Зеленчукского района. Льготный тариф обеспечит доступ школьникам района к высокогорным туристическим эко-маршрутам и достопримечательностям, позволит наглядно ознакомиться с географией региона и горными рельефами. А в зимний период ребята смогут еще и учиться повышать свои навыки в горнолыжных видах спорта, что будет способствовать поддержанию их физического здоровья, отметил министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. Принято решение о введении скидки в размере 30% для наших жителей, для жителей Карачаева-Черкесской республики для возможности подъема на канатной дороге на курорте Архыз. Это решение принято управляющей компанией Архыз, в том числе и в рамках нашего обращения. Ранее стало известно, что для жителей Карачаева-Черкесии действует 30% скидка на все базовые туристические тарифы курорта. Для жителей субъектов СКФО также предусмотрена скидка в 10% от полной стоимости скипаса, получить которую можно при предоставлении паспорта. Это бесплатный подъем для школьников Зеленчугского района и школьников остальных, которые и обучаются у нас, и на территории СКФО, ну и, соответственно, всей страны. Это специальный тариф сегодня действует – 1000 рублей для школьника. Для того, чтобы получить скидку в размере 30% для наших жителей, необходимо предоставить регистрацию, показать паспорт, что зарегистрировано на территории нашего региона и, соответственно, получить скидку. Отличная возможность насладиться чистейшим воздухом природы Архыза появилась и у школьников Зеленчугского района, которые могут не переживать за расходы на проезд. Министерство туризма и курорта уже позаботилось о них и предусмотрели бесплатный проезд. Главным условием является предъявление списка школьников на бланке учебного заведения и исключительно в сопровождении педагога. Школьникам нужно на бланке учебного заведения список предоставить в сопровождении педагога. 10 человек, школьников с одним педагогом могут подниматься по специальному тарифу и в том числе бесплатно для жителей Зеленчугского района. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, говорил Владимир Высоцкий. Ну а в горах Архыза можно совместить приятное с полезным. Майя Хамдохова, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз. В путешествие в детство приглашают жители Карачаево-Черкесии и Банк России. Экспозиция с таким названием открылась в картиной «Галерея Черкеска». Вниманию гостей представлены более трех десятков фотополотен с изображением памятных монет, отчеканенных в разное время и посвященных персонажам отечественной мультипликации, героям народных сказок и художникам. На выставке можно поближе познакомиться с технологиями монетного дела, узнать информацию о скульпторе и художнике, которые трудились над монетой, о тираже. Экспозиция продлится всего лишь три дня и завершится 13 сентября. И последнее. 12 сентября с 8 утра и до 8 часов вечера в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов в России будет проходить Общероссийский день приема граждан по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении участников специальной военной операции и членов их семей. В рамках личного приема должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан и военнослужащих и их родственников. Далее смотрите программу «Сила права» с Белой Джозаевой. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.